Добрый день, у меня вопрос. Могут ли системы Патриот и Сампти сбить ракету Кинжал и успеют ли они это сделать? Думаю, что да. Теоретически да. Дело в том, что и Сампти и Патриот, они как раз и предназначены для борьбы с баллистическими ракетами. Ракета Кинжал, она баллистическая. Она летит по заранее заложенной траектории. Она относится к классу крылатых ракет. У нее там есть оперение и так далее. Но все равно характеристики у нее баллистической ракеты. Она наводится или корректируется на последнем участке траектории при непосредственном захвате цели. А вот как раз Патриот и Сампти предназначены для борьбы с такими ракетами. Судя по тому, что времени хватает. Ну вот, чтобы вы понимали, комплекс Патриот, у него от 8 до 10 секунд реакция на ракету. На появление цели. То есть, с момента появления пуска, допустим, ракеты, если засекается в момент пуска, ракета Кинжал, то через 10 секунд уже от противоракета идет ей на перехват. Вот вам и ответ на вопрос. Так что, вполне возможно, что... Я так... Единственное, в чем проблема? Проблема в том, что практически это нигде сегодня не опробовалось. Это теоретическое и компьютерное моделирование возможностей одного и второго комплекса. Вполне возможно, что с появлением Кинжала они моделировали этот вариант. Но я вам скажу так, что на сегодняшний день, судя по тому, что Российская Федерация держит носители ракеты Кинжал в Белоруссии и оттуда пуски ракет, слава богу, уже сколько месяцев не осуществляется, то я не думаю, что Российская Федерация в ближайшее время будет готова применять эти Кинжалы. Тем более, что говорилось, что этих Кинжалов в металле очень и очень мало. Там буквально достаточно будет пальцев двух рук, для того, чтобы пересчитать, сколько этих ракет есть в арсенале. С их испытаниями как-то так тоже. Мы не знаем окончательно. Нет информации о том, что они были в полном объеме завершены. То, что она принята на вооружение, это еще не говорит о том, что эта ракета безупречная и каждый следующий пуск будет гарантированно успешным. Может быть, кстати, и поэтому Россия и не особо их применяет, а постоянно трепет нам нервы тем, что поднимая, держит эти МиГ-31 МК в мочулищах в Белоруссии и постоянно поднимая их в воздух, заставляет нас объявлять воздушную тревогу по всей территории Украины.